Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и YouTube канал Природа Будущего. Сегодня я вам расскажу самые важные моменты о выращивании огурцов. Почему? Потому что пришло время уже сеять их на рассаду. Ну, конечно, первый вопрос, когда? Значит, самое лучшее время для того, чтобы посеять огурцы на рассаду, это где-то 10-15 апреля. Видите, это достаточно поздно. Но почему? Потому что огурцы очень быстро всходят и растут. И они не должны перерасти. Потому что если у них 4 листочка настоящих у них есть, а они все еще в квартире, то они могут финализироваться. То есть все, понять, что им ничего не светит, и растение будет неполноценного роста и с весьма ограниченным урожаем. И уже навряд ли оно выправится в открытом грунте. Вот это очень важно. У них программа на урожай до 4 листочка, после 4 закладывается. Он уже должен в любой грунт попасть. Теплица ли, открытый грунт. Но после 4 листочка он должен. Поэтому рано высаживать, скорее всего, огурцы загубить. Вот это мы высаживаем на рассаду. Но, конечно, рассада имеется в виду, мы ее высадим либо в теплицу, либо в какое-то закрытое сооружение. В грунт, прям без укрытия, конечно, нельзя. Если вы хотите в грядку без любого укрытия, тогда вам нужно в 20 числах апреля. Ну, а еще есть метод. Огурцы семенами в грунт. И тогда мы их сеем без рассады. Просто сеем семенами в грунт где-то 3-6 мая. Вот это основная схема, когда сеять. Ну, а сейчас вот время подходит сеять на рассаду. И вопрос второй. Какая для огурцов лучшая? Вы, наверное, неоднократно видели, может быть, в журналах такие красивые картинки, где в половинке яичной скорлупки растет рассада огурца. Не стоит так делать, маловато будет. Но и слишком огромные лоханки тоже не нужны. Смотрите, поскольку огурец будет не так уж и долго тут жить, до четвертого листочка, то вот такой горшочек, и даже поменьше вот такой горшочек, значит, из всех горшочков, которые вы увидите, лучше всего тот, у которого донышко вынимается. Почему? Огурцы очень не любят пересадку. Ой, как они не любят, если повреждаются корни. А вот дно, когда оно вынимается, позволяет с наименьшими потерями извлечь ком. Поэтому лучше, смотрите, с дном же вы легко вынете. А вот такой горшок, у которого хоть и дырки, но дно сплошное, вам появится вот его жать, мять, давить, чтобы вытайхнуть. И вы как-нибудь да повредите корешки. Потому что из этих, этих двух горшочков, я бы лучше выбрала, пусть поменьше, но с тем дном, которое вынимается. Третий момент. Все знают, что огурцы ну запросто поражаются всякими мученистыми росами, и на них ну запросто нападает паутинный клещ. То есть они достаточно уязвимые. Нужно крепить иммунитет. А для того, чтобы вы не беспокоились, надо помнить, что огурцы сами способны создавать иммунитет при помощи полезных микроорганизмов. То есть они любят жить в симбиозе. Лучше выращивать, сеять огурцы в симбиозе с полезными микроорганизмами. А для этого семена огурцов нужно нанести на них специальные ризосферные бактерии, которые живут именно на семенах и корнях. И то есть самый простой способ это нанести на семена, которые уже потом сразу можно сеять. Вот я, например, использую, то есть где взять? Да нигде особо не взять, кроме препарата Эгби для семянной рассады. И вот в такой маленькой штучке от чашки Петери буквально на 5 секунд мы замачиваем семена в этом, чтобы вот микроорганизмы на них попали. После этого мы можем уже их сеять. Смотрите, это очень просто. Одну чайную ложку воды, ни в коем случае не хлорированной. Одну каплю препарата Эгби для семянной рассады перемешаем, конечно же. и положим туда семена. Ой, семена. Теоретически все я нанесла, инокуляция это называется. Их теперь можно сеять. Вот так буквально вынимаю и сею. Ну, горшочек на всякий случай, ну как это рекомендуют всегда и в литературе, 2-3 семечка горшочек. Но я бы не в лунку, а именно в горшочек. Вот так вот. Видите? Вот сейчас я их заглублю. И потом, естественно, нужно будет это все полить, как водится. И вот тут пункт второй. Тут пункт второй, чем полить. Ну, обычно поливают водой, но, конечно, хотелось бы, чтобы огучки взошли побыстрее и росли хорошо. Нужно стимулировать их. Стимулятор какой-то необходим. И вот есть замечательный Ростобион от Биокомплекс. Обычно семена в нем советуют замочить на несколько часов. Но ведь можно же и приятное с полезным совместить. А я просто полью то же самое неразведенным. А семена замочивают неразведенным. Ну, так и, собственно говоря, тоже здесь оно и будет. Вместо воды при первом поливе я использую неразведенный Ростобион. Достаточно много его выливаю, чтобы прям весь ком хорошо промочить. Это и будет как замачивание. Ведь кроме Ростобиона здесь, собственно, ничего и нет. Вот так я делаю. То есть мы и нанесли айзосферные микроорганизмы, и стимулятор применили, но в виде первого полива. Вот теперь вот огурчики, когда взойдут, это будет лучший вариант для них. Все, что вы уже могли сделать для первого импульса, вы сделали. Ну, а что потом? Ну, потом, естественно, ставим на самое освещенное место. Но сначала, конечно, пока не взошло, поставим в самое теплое. И, как обычно, можно надеть сверху полиэтиленовый пакет, чтобы побыстрее, чтобы создать вот этот парничок. Потом ставим на самое светлое место. Ну и ухаживаем, ухаживаем. Огурчики надо своевременно поливать. Они больше требуют полива, чем, допустим, пассионовые культуры. Но в холодную погоду лучше пропустить полив, потому что могут быть всякие корневые гнили. Хоть огурчик теперь и будет сопротивляться инфекциям, но все-таки, сами понимаете, залить можно хоть кого. Ну, и те сроки, которые я означила, нужно будет их поскорее уже, чтобы огурчики, вероятнее всего, конечно, теплица будет, переехали в теплицу. Ну, и таким образом начнется наш огородный сезон в открытом грунте. Вот это самое главное о посадке огурцов. Ну, а дальше уже, дальше будут там свои этапы, и будем уже ждать от них урожая. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и канал «Природа будущего».